Мы продолжаем тему законотворчества. Изменения в Конституции. Зачем при парламенте консультативные органы? Вчера Верховная Рада Украины предварительно одобрила изменения в Конституции Украины, в соответствии с которыми парламент получил право создания в пределах средств, предусмотренных в госбюджете, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов. Что это значит, узнаем у Руслана Бортника, директора Украинского института анализа и менеджмента политики. Руслан, здравствуйте. В эфире. Алло. Алло, Руслан. Какие-то технические неполадки. Мы постараемся восстановить связь с Русланом и затронуть тему изменений в Конституции Украины. Я напомню, что у нас впереди еще общение с одним экспертом. В ближайшее время мы свяжемся по телефону с Олегом Стариковым, военным экспертом, и узнаем его мнение по поводу предстоящей перспективы отправки украинских военнослужащих в Ирак. Об этом заявил во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операции Джоном Манзой Дмитрий Кулеба, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Но об этом мы поговорим чуть позже. Пока говорим об изменениях в украинскую Конституцию. С нами на связи Руслан Бортников. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Скажите, пожалуйста, в чем суть изменений в главный документ страны, про которые мы прочитали, о которых мы услышали? Это самые короткие изменения в Конституции, на моей памяти. Предлагается дополнить полномочия парламента правом создавать совещательные, дополнительные совещательные конститутивные органы. Инки в границах средств государственного бюджета. По большому счету оппоненты этих изменений говорили, что тот же фракция «Голос» говорили о том, что они вообще не содержательны, потому что парламент сегодня и так может создавать такого рода структуры вспомогательные. Но это не совсем так. Парламент действительно сегодня может создавать разного рода экспертные, вспомогательные, конститутивные структуры, но он не может их финансировать, не может платить зарплату людям, которые работают в этих структурах. Теперь же, если эти изменения все же пройдут и будут согласованы, то в рамках бюджета парламента смогут разного рода экспертные команды, консультативные, вспомогательные команды создаваться и оплачиваться за счет государственного бюджета. На первый взгляд это как бы неплохо. Многие, я думаю, что эксперты на самом деле могут радоваться этому, потому что, возможно, найдут новые рабочие места. Но я не исключаю, что вся эта история связана только с попыткой легализации так называемых back-office. Структур, которые функционируют при поддержке западных партнеров и значительно имеют сегодня, создают украинские законы, решения правительства. При правительстве есть такие структуры, они финансируются за счет грантов Европейского Союза. Не хотелось бы, чтобы три парламента похожего рода структуры финансировались за счет средств украинских налогополучающих. Руслан, скажите, ваша цитата. Возможно, эти изменения смогут усилить роль парламента в политической системе Украины. Как именно создание подобных консультативных органов усиливает роль парламента? То есть у нас парламентарии станут грамотнее за счет того, что им будут давать дельные советы, а не будут писать лучше законы? Нет, но, например, есть уже законодательство о временных специальных и следственных комиссиях. Теперь в рамках этих структур, например, создав временную специальную и следственную комиссию по убийству Катерины Гадзюк, можно нанять следователей и платить им официально заработную плату. Нанять экспертов и платить им заработную плату. Поэтому, в принципе, если эта норма будет использоваться правильно, этот инструмент, то это позволит парламенту расширить свои контролирующие и специальные функции, привлекать к своей работе действительно качественных, классных специалистов. Если, снова-таки, будет использоваться правильно. Опять же, насколько широки могут быть эти функции? Я так понимаю, это будет регулироваться в дальнейшем какими-то отдельными подзаконными актами, потому что четко пока не прописано, где границы консультаций и экспертных мнений, и где уже, собственно, наступают ограничения. Необходимо будет вносить существенные изменения в закон Украины о регламенте Верховной Рады, и необходимо будет принять, наверное, большой мотив достаточно подзаконных нормативно-правовых актов на уровне проживания главы парламента, руководителя парламента, который уже непосредственно регламентирует действия этих структур, установит порядок оплаты людей, которые привлечены в эти структуры. Хорошо, будем надеяться, что это будет действенный инструмент. Спасибо вам за комментарий. Нашим зрителям напомню, с нами на связи по телефону был Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Продолжение следует...